Сорок лет спустя вальс Мендельсона звучит для них так же свежо и волнующе, как и раньше. Татьяна и Сергей Карамышева празднуют юбилейную рубиновую свадьбу. Кристаллизованная любовь мерцает алом в прочности, бросает вызов времени, оттого и получает статус драгоценности. Пафос уместен, такие узы редки, как чистые рубины. Хорошо, сожжайтесь. Внимание, уважение помогали вам преодолеть все жизненные трудности и научило вас радоваться и ценить это счастье, быть вместе. Они познакомились в 1979 году, вместе пошли в поход. Сергей тогда был инструктором по горному туризму и экскурсоводом. В купальниках пошли наверх, а я смеялись над мной, что я эти складывал. Одеяло, курки. Одеяло, рюкзаки, рюкзаки несу. Говорю, зачем смеялись над мной, когда поднялись. Снег лежит. Ну, с тех пор начали встречаться. Потом сельхозработа, более серьезные отношения. Ну, закончили браком. По профессии супруги – педагоги математики. Но Сергей всегда был увлечен музыкой. Десять лет работал диджеем и даже бизнесом занимался для аудиофилов. Продавал компакт-диски и винил. За годы совместной жизни у Татьяны и Сергея родилось трое детей. Две дочери и сын, которые уже сами обзавелись семьями. У Карамышевых семеро внуков. К слову, с выбором имен проблем нет, а есть традиция. Члены семьи складывают записки с любимыми именами в шляпу. Просто и оригинально. Без излишних трудностей стараются решать и семейные неурядицы. Я всегда советую девчонкам своим разговаривать. И нельзя молчать, потому что молча можно такое накрутить. Нужно разговаривать, решать проблему разговора, объясняя друг другу только так. Что и в чем? В чем причина? Да, объяснение причины. На вопрос о том, что такое любовь, не отвечают, смеются. Чувство изменяется с годами, рассказывает Татьяна. Но главное сохранить теплоту в душе. А еще хобби и увлечение. Понимать, что дело имеешь с другим человеком, у которого свои пристрастия и привычки. Позже в разговоре Сергей Карамышев скромно признается. В жену влюблялся три раза. Их девиз – все на благо семьи. Они и так и идут по жизни. Одним курсом держатся вместе. Семьи детей живут рядом. Они с нами, замечают Чита, но идут своим ходом. Универсальный метод так нам и не открылся. Да его и нет, пожалуй, как говорится, у каждого свое кино. Александр Иванов, Евгений Стародубов. Новости Искровакт.